Мы проклятали все свою работу, опять поча подвел потерю. В средней школе номер один прошел тематический вечер «Афганская война. Живая память». Мы головы склоняем перед теми, кого сегодня с нами нет. В боях погибших на земле Афганистана, тех, кто ушел в неполных 20 лет. 15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день, в 1989 году, последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амудария под Термезом. Завершился вывод советских войск из Афганистана. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Коснулась она и многих наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей. Рассказал об этом светлогорским школьникам наш земляк, бывший афганец, человек с высоким чувством гражданского долга Александр Чекулаев. Мало кто выдерживали, которые не выдерживали, потому что он, кажется, здоровый, а вот идет и все, падает, не могу все, не могу идти и все. Первые были и последние, самые страшные. А так потом уже привыкли, там были тройка, пятерка, как у школы, вот пятерка, все не убили, завтра не убили. Так, ну как на работе. Главное, чтобы было силовой. А если руки опустите на здоровье, так надо. Я на костылях научился ходить, все, потом костыли носил, по стеночке, потом без костылей, без стеночки бегаю. Ну бегать не могу, на колени встать не могу, работаю. Затаив дыхание, собравшиеся не только школьники, но и педагоги, с интересом слушали рассказ солдата, в котором он делился своими воспоминаниями о службе, военных операциях, мужестве солдат и, конечно, возвращении домой. Александр Егорович вспоминал трагические дни войны погибших земляков. Обращаясь к подрастающему поколению, призвал молодежь любить свою родину, стать достойными ее защитниками. Несмотря на то, что Александру Егоровичу пришлось пережить на войне, он человек жизнерадостный, любит жизнь и благодарен судьбе за каждый прожитый день. Завершилась встреча минутой молчания. Присутствующие почтили память солдат Светлогорского района, которым так и не суждено было вернуться домой.